Тертика, Валилия, город Лисичанск, Луганская область. Если я, кто слышал о том, что с города Авдеевка, Донецкая область, да, последние 10 лет я прожила там. Что хочу сказать о своей поездке, перелете в Турцию. Сказать словами, это все равно, что ничего не сказать, потому что там нужно быть, там нужно ощутить вот это все на себе. И я очень благодарна нашей компании за то, что она открывает вот такие возможности своим партнерам с уровня уже менеджер. И для меня это было нечто невероятное от того, что насколько продумана была вся программа, нам практически некогда было спать. У нас все было распланировано, только мы прилетели, у нас сразу пенная вечеринка, спали, не спали, потом нам уже бизнес-часть и так далее. Я впечатлений привезла с собой очень много. Я, наверное, уже когда прилетели мы домой, когда я уже заходила домой, только тогда до меня дошло, где я была, что я там ощутила, потому что эмоции на самом деле переполняли. Видите, да, у меня теперь есть такая булочка, на которой у меня хранятся все вот эти наши плюшечки с нашей поездки на менеджерскую конференцию. Вот эти шарфы, если вы смотрели в записи, то, я думаю, вы видели, да, что потом в конце мы все их подняли, эти шарфы. Это было очень круто. Значки, конечно, мы сразу себе их подцепили. Тоже это было классно. От начала и до конца. Сама атмосфера, она настолько затягивала. Гордость была за то, что мы на втором месте по присутствующим. 303 человека было с Украины. Конечно, мы сидели где-то в уголочке. Хотелось бы тоже, чтобы нас было значительно больше, поэтому давайте будем работать все вместе на результаты уже на следующие менеджерские конференции. Повезем с собой как можно больше партнеров. Что нам рассказывали на бизнес-лиге? Информации было очень много, очень. Порадовало то, что в таких пакетах, которые нас ждали, нам дали вот такую флешечку. Она просто чудесная, потому что на ней хранилась полностью вся информация с бизнес вот этой академии нашей, на которой хранятся все-все-все презентации. И мы, конечно же, ими делимся теперь в своих командах. Была разработка нового запуска. Это система PRO 2.0. Может быть, у нас сейчас так модно. Новое ведение, новое веяние называют 2.0, поэтому систему немножечко обновили. И я сегодня постараюсь как можно вкратце рассказать о том, ту информацию, которую мы получили на бизнес-лиге. План был такой. Была вводная часть, что такое система PRO, зачем она вообще нужна, принципы, элементы системы PRO. Был отдельный блок по рекрутированию, был отдельный блок по поддержанию активности и по развитию лидерства. Система PRO – это система роста каждого партнера, независимо от того, кто вы консультант, вы менеджер, вы директор, старший, золотой директор или бриллиантовый. Все мы работаем в этой системе, все мы… у нас есть цели с вами, цели у нас, наверное, единая, потому что бизнес нашей мечты – постоянно растущий доход. Вот мы здесь ради этого, для того, чтобы и самим зарабатывать, и для того, чтобы научить наших партнеров тоже зарабатывать и, естественно, расти по карьерной лестнице. Что нужно делать при этом? Нужно рекрутировать, нужно поддерживать активность в своей структуре, поддерживать товарооборот и развивать лидеров в своих командах. Как это сделать? Следовать пяти основным элементам системы PRO. Меня немножечко подвисает. Будем… Что же нужно делать для успеха? Нужно общаться с людьми, нужно сопровождать новичков, проводить собеседование с кандидатами, проводить тренинги, помогать размещать заказы, проводить планерочки, качать продуктовые чаты, то есть продуктовые тренинги. Есть и в нашей команде тоже отдельные вебинары мы проводим именно по продукции. Когда у нас запускается новый каталог, мы делимся вот этими самыми фишечками, какой сейчас продукт будет лучше всего идти, какие у нас будут топ-продукты. Поэтому у нас есть отдельные вебинары, которые мы стараемся проводить в первые дни запуска каталога. И, конечно же, нужно следить за активностью. За активностью в вашей команде, в ваших маленьких командах, в ваших командах по ключевым партнерам, бизнес-партнерам. Ну что ж такое. Как сделать, чтобы бизнес был эффективным, саморазвивающимся и успешным? Функциональные обязанности на каждом уровне. Я уверена, что в ваших командах есть менеджеры 9%, есть менеджеры 12%, 18%, есть просто консультанты, которые вот только-только к вам пришли. И, конечно же, есть, возможно, в ваших командах уже есть директорские команды. Так вот, мы всегда забываем о том, что стоит все-таки распределять обязанности среди консультантов, среди менеджеров и помогать им расти. Показывать о том, что они уже не просто новичок, а он уже подрос к менеджеру и у него еще есть обязанности. Что мы делаем на первом уровне? Какие у них функциональные обязанности? Это получать контакты, ежедневно делать минимум один контакт, проводить приглашающие встречи и проводить первые встречи. Неважно, как вы это делаете. Если вы работаете онлайн, конечно же, это будут собеседования. Конечно, это могут быть ваши скайп какие-то собеседования, вайбер-презентации. То есть мы проводим по-всякому, тестируем всякие возможные методы, применяем в своей работе. Следующее. Рассказывать о продукте с целью получения личного объема продаж и дохода. От того, как вы будете рассказывать, как вы будете доносить информацию, уже зависит от того, будет ваше близкое окружение пользоваться продукцией вашей или пойдет кому-то другому. Следующее. Обязательно нужно посещать мероприятия онлайн или оффлайн. Так как у нас система работы нашей команды, ну, в целом больше проводится именно через интернет, мы стараемся проводить хотя бы 3-4 раза в неделю общие вебинары. Второй плюс у нас есть командные планерочки, которые мы тоже проводим уже по командам. Если в вашем городе проводится какое-то мероприятие, обязательно старайтесь на нем быть. Как говорил наш топ-лидер компании Reflame Алексей Севрук, он всегда говорил о том, что если вы хотите роста, если вы хотите расти, если вы хотите новых результатов, вы обязательно должны быть в этом событии, вы обязательно должны посещать вот такие мероприятия и общаться уже с людьми, которые добились успеха. Я для себя тоже поставила так за цель, взяла ее у своего директора Оксаны Королевой. Она все время говорит о том, что на такие мероприятия, когда едешь, делай как можно больше фоточек, старайся к ним прикоснуться, старайся прикоснуться к лидерам. Поэтому, поехав, полетев на менеджерскую конференцию, конечно же, я старалась сделать фоточки со всеми, кого я уловила. Вот второй уровень. Второй уровень – это у нас менеджеры, функциональные обязанности менеджера. Что нужно делать? Нужно обеспечить приток новых людей как лично, так и в команде. Помогать директору проводить различные мероприятия. То есть, другими словами, чтобы я сказала, с уровня менеджер уже нужно не просто думать о том, проводить вебинары или не проводить, проводить планерки по команде или не проводить. Их нужно уже проводить, поэтому берите на себя ответственность и старайтесь уже тоже внедряться в проведение обучения для своих команд. Проводить инструктаж новичков, успешный старт, ну, другими словами, это может быть и ВВО, это может быть и общие уведомлительные какие-то вебинарчики по нашей компании. У нас называются они «Суть работы с компанией Арифлейм», поэтому нужно уже включаться в вебинары. Остается с предыдущего уровня – это рекомендовать продукт с целью получения личного товарооборота и проведение приглашающих встреч. Следующее – поддерживать активность структуры, коммуницировать все новости, программы и так далее, координировать групповой объем продаж своей команды, выявлять бизнес-партнеров и создавать ключевую команду. То есть на уровне менеджера компании Арифлейм, я думаю, у вас уже есть 5-10 партнеров, которые у вас активны в работе, которые хотят быть в центре всех событий, и это и будет ваша ключевая уже команда. Третий уровень – директора. Функциональные обязанности директора. Остается все то же самое практически, как и в предыдущих рядах. Директор ни в коем случае не спрыгивает с личных регистраций, с рекрутирования. Рекрутировать нужно всегда. Не думайте о том, что выйдя на уровень директора компании Арифлейм, вам не нужно будет рекрутировать, вам не нужно будет проводить какие-то вебинары, вам не нужно будет проводить встречи. Нужно будет, потому что у вас будет гораздо больше ответственности, поэтому здесь уже на твои плечи, так сказать, ложится еще больше ответственности, чем у тебя ее было. Опять же, личное рекрутирование, повторяемся, обеспечить систематическое рекрутирование, координировать объем продаж своей команды, в том числе через делегирование и контроль объем продаж бизнес-партнеров. С предыдущего остается, перечитывать не буду, я думаю, видите на слайде, да, все то же самое, как и обязанности у консультанта и менеджера, директор с этого ни с чего не спрыгивает, себя ответственность не снимает. Что еще делаем? Проводим командные мероприятия онлайн и оффлайн на мотивацию, активность, рост, честование, то есть поздравляем с заказами, поздравляем с прохождением обучения. Это уже вы в своих обучающих чатах распределяете, что именно вы будете применять в своей работе, что нет. Сегодня на бизнес-завтраке с компанией Арифлейм мне очень понравились советы, которые все же стоит тоже внедрять в свою команду. Кто смотрел, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому есть фишечки, которые мы перенимаем, да, друг у дружки учимся, принимаем к сведению, включаем уже в свою команду и потом смотрим, работает это у нас или не работает. Контроль проведенных коммуникаций по всей структуре, коммуницировать вовремя все новости и программы. Да, это очень важное задание не просто знать о стартовой программе, а знать все условия стартовой программы и уже их применять в своей команде, чтобы прежде чем своей команде дать какую-то новость, обязательно мы изучаем все вот эти нюансы, сколько рекрутов нужно сделать, в какой период времени, когда закрыть и так далее. Поэтому эти все обязанности, конечно же, это даже не только у директора, это нужно. Что еще директору нужно делать? Ставить цели, контролировать для ключевой команды, развивать своих менеджеров. Мы в своей команде запустили в нашем проекте Diamond Way, мы запустили школу менеджеров для того, чтобы их отдельно обучать. И почему отдельно? Вы знаете, вот когда мы были на бизнес-лиге, была такая информация, она классная была, она обалденная. И вышел на сцену лидер, исполнительный директор компании, она давала очень много советов. Но я честно вам скажу о том, что она давала такие советы, которые уже нужно как раз знать менеджерам, директорам, золотым и старшим директорам, которые уже бы применяли по факту вот эти ее советы. Если бы этот вебинар, она, например, проводила или свой выступ был бы просто для партнеров компании Ariflame, вы знаете, многие бы ее, наверное, не поняли, потому что ты уже по объему информации понимаешь, где, что нужно применить, что нужно сказать своим новичкам, что нужно сказать команде, что нужно сказать уже своим менеджерам и директорам. Вот такие листовочки мы тоже получили. На них прям полностью прописаны наши моменты, что нам нужно делать, ответственность, что нужно делать в разделе рекрутирования, активность, развитие, лидерство. И отдельно прописано по консультантам, менеджерам и директорам. Если вам нужна такая листовка, я могу ее сбросить в чате у Яны, можете ее тоже применять в своей работе, в своих командах. Но я уверена, что здесь больше половины, наверное, все-таки тоже присутствовали на конференции в Анталии и получили тоже вот такие листовочки. Сделаем. Теперь давайте немножечко пробежимся по рекрутированию. Все мы рекрутируем. Рекрутируем мы в основном, конечно же, в социальных сетях. В социальных сетях это и Инстаграм, это и Фейсбук. Я не выпускаю также контакт. Я и ВКонтакте тоже рекрутирую. У меня тоже там есть странички. И хотя слушаем мы лидеров о том, что нужно стараться развиваться на одной страничке, нет, мы чаще и чаще, но лично я, я стараюсь возвращаться в те методы работы, которые приносили мне результаты. Поэтому ничего страшного от того, что вы перебираете методы работы, где-то что-то внедряете, где-то от чего-то отталкиваетесь, делаете вывод. И главное в нашей работе, конечно же, работать на результат. Что такое основа рекрутирования? Это регулярно проводить рекрутинговые встречи и инструктаж новичков. Где вы рекрутируете? Пишите в чате, где приносят вам ваши регистрации, ваших новичков. Почему важно рекрутирование? Рекрутирование – это фундамент и ключевой фактор развития бизнеса. Рост бизнеса – это всегда приток новых людей. Ваши доходы, новые звания по плану успеха прямо пропорционально притоку новых людей. Рекрутирование – это показатель бизнеса, который напрямую зависит от вас и только от вас. Будете рекрутировать – будете расти. Не будете рекрутировать – будете просто стоять на месте. Это в лучшем случае. Иногда получается так, что даже мы, к сожалению, падаем. Рекомендуемое значение процента рекрутирования – это количество рекрутов, деленное на баг прошлого каталога, и должно равняться 15%. 15% – это наше рекомендуемое значение. Если у вас оно ниже, нужно дорабатывать. Если оно у вас выше, значит, вы умничка, вы молодец. Что нам помогает в развитии для того, чтобы у нас был активный рекрутинг? У нас есть чаты. У нас есть чаты именно по рекрутингу. У нас есть… Ну, у нас не рассылочки на почту, например, у нас. Мы в чате коммуницируем полностью всю информацию, как работаем, что пишем, кому пишем, как отрабатываем возражения и так далее. У нас есть видеообзоры. Тоже лидеры у нас записывают, как они рекрутируют, какой социальной сети. Это все мы тоже сбрасываем в наши обучающие чаты для того, чтобы информировать нашу команду. Живые встречи, онлайн мероприятия. Живые встречи мы, наверное, проводим в единичных только случаях, потому что полностью вся работа сфокусирована онлайн. Лично я живые встречи не провожу, но у меня такие маленькие, можно сказать, живые встречи, когда я хожу к своим клиентам, когда я приношу им продукцию. У нас это тоже, можно сказать, происходит такая мини-живая встреча. У меня совет, они у меня спрашивают мое мнение по продукции. Конечно же, я стараюсь всегда заказывать новиночки, чтобы они всегда были вместе со мной и уже доносить их до своих покупателей, до своих клиентов. Успешные лидеры используют оффлайн и онлайн методы и инструменты. Да, мы рекрутируем онлайн. Но если вы будете не затягивать и не откладывать в долгий ящик список своих друзей и знакомых, конечно же, это принесет вам рост. И я знаю о том, что проще работать с теми людьми, которые вот с тобой рядышком живут. Ты можешь с ними встретиться, ты можешь с ними обговорить, ты можешь им рассказать какие-то новинки. И опять же, можешь взять с собой на тусовку, выбиться в Одессу, либо уже повезти на международную конференцию. Очень важно, задача новичков, приводить людей. Не важно, какими методами. Совершенно не важно, в какой социальной сети вы работаете, на досках объявлений, либо это живые встречи. Задача менеджера самому приводить и проводить тоже людей. То есть, контролировать это все и делать то же самое. То есть, с уровня менеджера вы ни в коем случае не скидываете с себя обязанности о том, что вы должны рекрутировать. Вы должны и рекрутировать, и поддерживать новичков, запускать их в работу. Поэтому с каждым уровнем понимайте о том, что уровень ответственности у вас увеличивается. Типы встреч для рекрутинга. Это может быть встреча возможностей, Арифлейм, событийный формат. Это может быть встреча возможностей Арифлейм живая, то есть при личном контакте. Это может быть встреча возможностей Арифлейм онлайн. Это у нас, конечно, чаще всего. Либо это сессия по уходу за кожей. Или встреча, посвященная уходу за кожей. Или wellness-встреча. Мы, конечно же, больше всего проводим эти встречи онлайн. и делимся уже своими видео-обзорами. Иногда я даже, можно сказать, немножечко завидую тем, кто работает на офисе, где они могут пригласить своих партнеров и проводить вот такие с ними бьюти-вечериночки, где они могут с ними общаться. Приглашение – это скорее энергия, чем слова. Это не то, что вы скажете, а все зависит от того, как вы это скажете. Будьте увлечены, энтузиазм привлекает. То есть, когда вы достаете, например, из сумочки свою любимую губную помаду, и ваша подружечка спросит у вас, а что это у тебя за помада, вот здесь будет все зависеть от вас, как вы передадите свои эмоции человеку. То же самое здесь вы можете перейти в рекрутинг. Если у вас спросят, где вы работаете, в какой компании вы работаете, и вы скажете, да, в Арифлейм. От того, что вы скажете с гордо поднятой головой о том, что я менеджер косметической компании Арифлейм. Вот здесь уже все будет зависеть от вашего внутреннего настроя, от того, как вы воспринимаете свою работу. Вы серьезно к ней относитесь? Либо вы ее, возможно, стыдитесь. Поэтому, приглашая людей из своего близкого окружения, вы должны понимать, с какой подачей вы приглашаете людей к себе в команду. Хотят они с вами сотрудничать или не захотят. Это тоже все зависит от вас. Мы в своей команде, то, что касается рекрутинга, запустили марафон рекрутирования. Если вы тоже это применяли в своих командах, ставьте пятерочки или плюсики. Вот. Поэтому мы марафончик запустили именно по социальной сети Instagram. Хотели очень прокачать свою команду, поделились всеми методами. Поэтому уверены, что даже те, кто там слушал, не дослушал, будут еще переслушивать и будут обязательно применять в своей работе. Еще раз говорю, мы не применяем в своей работе какие-то бьюти-вечеринки. Но у нас из вот этого списка, девичников тоже у нас нет, но у нас есть мероприятия онлайн, у нас есть мастер-классы онлайн, у нас есть марафоны по рекрутированию. Конечно же, мы в нашем чате Telegram, у нас есть отдельный чат. У нас есть чаты как по рекрутингу, так и по Wellness, так и по Novage. Детали по поводу марафона рассказать, Ян? Да, на марафоне рекрутирования что мы сделали? Мы разбились на спикеров. У нас есть директора, у нас есть старшие менеджеры, у нас есть наш любимый золотой директор Маргарита Кравченко, поэтому никто не остался без внимания. У нас было семь спикеров, у нас было семь уроков, на которых мы разделились, кто что рассказывает. В основном у нас было ударение, конечно же, на Instagram. Кто-то рассказывал, как страницу правильно оформить, второй спикер рассказывал, какими программками мы пользуемся, не только ручными методами, не только ручками. Есть у нас чудесная программка PromoFlow, которую нужно настроить, которую нужно обязательно применять в рекрутинге. Вот, и мы разбирали, как подать таргетинговую рекламу, как ее подать с Instagram, как ее подать, вернее, через Facebook, как ее настроить через свою бизнес-страничку. Вот это все мы рассказывали на нашем марафоне. Уверен, было у нас участников 40 человек, но я уверена в том, что на следующий марафон мы соберем еще больше человек. Мы хотим им тоже давать вот такую информацию, чтобы обязательно, конечно же, они ее применяли в практике, и чтобы она приносила результат в рекрутинге, и чтобы они росли у нас по карьерной лестнице. В каком бы формате вы не проводили презентацию, будьте уверены, что вы говорите о чем? О вас, о мечтах, как о ваших мечтах, так и нужно выявлять мечты вашего уже партнера. Вы говорите факты о компании. Арифлейм – это часть процветающей индустрии. Возможности Арифлейм – это отлично выглядеть, это зарабатывать деньги, включая опцию немедленно, то есть 20% от цены в каталоге вы имеете сразу, моментально. И, конечно же, еще мы получаем удовольствие от сотрудничества с нашей компанией. Простой и эффективный способ приглашать людей в Арифлейм. Вот это все нужно проговаривать, когда вы проводите свою бизнес-встречу. Последующее действие с новичками. Система трех контактов. В течение 48 часов после регистрации обязательно нужно созвониться с вашим новичком и уже задать ему вопросы, как он проходит обучение, что у него там понятно ему, что-то непонятно. Это вы все проговариваете в первом разговорчике и приглашаете уже к шагу номер один. То есть, ну, это может быть шаг номер один, если он прописан в успешном старте, то мы при телефонном разговоре уже выявляем, пришел человек у нас на продукт, либо он пришел на построение бизнеса. У нас есть блоки по обучению, тоже мы от одного блока переходим к другому. У нас есть там и видео уроки, у нас есть и книги, которые нужно прочесть, желательно прочесть или прослушать в электронном виде. Это тоже применить в работе. Когда второй контакт совершать? Второй контакт нужно совершить в середине каталога и проверить, вступил ли наш новичок в стартовую программу. Если нет, рассказать ему о всех возможностях нашей стартовой кампании. И уже тогда вы хотя бы будете понимать при втором контакте, что новичок для себя решил. Возможно, ему даже нужна помощь, ему нужна, может быть, подсказка, что же ему выбрать из каталога. Наша компания, она, конечно, существует 50 лет на рынке, 20 лет официально в Украине. Но вы знаете, все... А когда человек приставит каталог... И здесь уже ваша задача подсказать своему новичку, что лучше выбрать, где у нас есть какие бренды, где у нас есть, ну, может быть, какая-то подборочка по цене. Если вы определяете уже уровень человека, то вы знаете, что ему лучше посоветовать. Третий контакт. 3-5 дней до закрытия каталога. Возможно, новичок ваш сделал первоначально маленький заказ. Вы ему рассказываете о регистрации для того, чтобы вступить в стартовую программу. Тоже это все вы уже проговариваете в третьем телефонном разговоре. И также важно проговорить, на каком этапе остановился новичок. Возможно, ему что-то было непонятно. Возможно, что-то нужно рассказать. Этого каталога, следующего каталога... А вот этой листовочке у нас прописан функционал... ...директора, что важно делать. Вот этот бланк для того, чтобы я сейчас... Следующий раздел, который я хотела бы... ...процентный бонус Арифлейм. Квалификация, рейтинг, право на получение бонусов с глубины. Что нам дает глубина? Дает нам все бонусы, высокий уровень, доход. И это стабильная структура. Мы работаем нашей командой, конечно же, в глубину. Потому что мы... Согласна, нужно, Светлана, согласна с вами, нужна гармония. И мы долгое-долгое время работали именно в глубину. Вводили наших новичков на новые уровни. Вводили наших менеджеров. Но сейчас могу вам сказать лично о себе о том, что в моей команде есть закрытый город Донецк. И второй директор у меня вот-вот на подходе. Она в данный момент находится в открытом звании. Директор это Галина Лысюк. Город Бердичев. Она тоже вот закрывает. И в данный момент я понимаю о том, что у меня голое золото. Золотого директора. Поэтому сейчас я всем своим партнерам сразу говорю о том, что нужно делать закладку сразу трех-четырех веточек. И потом уже смотреть. Потому что чем... Если у вас будет закладочка на три-четыре ветки, это уже перспектива вас как сапфирового директора. Поэтому мы, конечно же, зарабатываем, конечно же, растем. Конечно, смотрим, возможно, даже на результаты параллельных команд. Где-то перенимаем опыт и обязательно применяем его в практике. Постоянно пополняйте свою ключевую команду новыми рекрутами. К сожалению, эта цифра, она и есть факт о том, что только 10% хотят расти и исполнять свои мечты. То есть вы понимаете, из 100 человек только 10 человек захотят продолжать этот бизнес. Половина из них, к сожалению, уйдут просто на потребление продукции. Задача лидера постоянно выявлять ключевых консультантов. Критерии выбора. Ключевой партнер, что он делает? Он интересуется бизнес-возможностями и хочет роста. Готовы ставить конкретные планы, своевременно выполняют ваши первые задания, любят учиться новому, развиваться, проходят все тренинги. Позитивные и страстные и готовы работать в команде. Есть у нас такие лидеры, да? Есть в ваших командах такие лидеры? Ставьте восклицательные знаки. Конечно же, они у нас есть. Конечно же, мы их развиваем. Почему ключевая команда? Потому что 90% из вашей всей команды – это покупатели. Только 5% желающих расти и строить бизнес своей мечты. И 5% из вашей команды – это будут продавцы. Если в моей команде тоже продавцы, это тоже очень хорошо. Вы знаете, иногда, наверное, лучше один хороший продавец, чем 20 человек потребителей. Поэтому здесь все относительно. Ключевая команда дублицирует себя. Это главная идея развития лидерства. Так, идем дальше. Стажировочная виталь. Хармония нужна. Все, перечитываю ваши части. Как достичь успеха и исполнять свои мечты? И когда к вам придет успех, начните мечтать о новом. Конвертируйте свои мечты в цели, планы, действия, успех. То есть обязательно нужно мечтать. Не умеете мечтать вы, у вас есть обязательно детки, которые мечтают и которые должны вас мотивировать на активную работу. После того, как вы замечтали о чем-то, нужно обязательно это описать. Потом это все конвертировать в цель. То есть это какая у вас цель? Долгосрочная, промежуточная, краткосрочная. Все зависит от размера вашей мечты. Что вы хотите? Вы хотите достичь, например, звание директора или вы квартиру хотите купить? Здесь тоже уже все будет понятно, да, в какой период времени это для вас осуществимо. Четвертое. Обязательно составляем план работы на месяц, на неделю, на день. Другими словами, если вы в команде своей, да, у вас должен быть план действия на каталог, на, например, там какой-то период, что будет через полгода, что будет через год, и его долгосрочные планы, если это касается, например, партнера, что он хочет видеть в вашей команде, либо вообще в компании Reflame через год, где он хочет быть. Он хочет быть на уровне менеджера или он хочет быть на уровне золотого директора. И пятое, конечно же, мы переходим к постоянным действиям. К сожалению, так не бывает о том, что вы будете просто стоять на месте и ничего не делать. Замечтать – это одно, а уже второе – это перейти в практику. Итак, задание. Что нужно сделать? Нужно определить свою мечту, перевести мечту в долгосрочную, промежуточную и краткосрочную цель. Разработайте план действия и следуйте ему. И здесь еще очень важно о том, что когда вы регистрируете людей, и потом вы с ними утепляетесь, потом вы с ними созваниваетесь, обязательно переспрашивайте, для чего они сюда пришли, что они хотят здесь видеть, хотят ли они развиваться. Лично я, когда пришла в компанию Reflame, для меня важно было, наверное, много составляющей. Для меня важно было как расти по карьерной лестнице, так для меня важно было и признание. И как вот и сегодня на бизнес-завтраке говорили о том, что очень много людей, которые у нас добиваются успеха, но только единицам аплодируют. Понимаете, для меня это тоже было важно. И для меня, когда я поехала на банкет директоров, который уже был, ну, я туда поехала за своим первым чеком, да, за своей статуэточкой, для меня было очень важно стоять на сцене, понимаете. Поэтому для меня играет роль не только уровень доходов компании Reflame, для меня еще играет роль признание, для того, чтобы мои родители, мои дети мной гордились. Вот это тоже для меня имеет особое значение. Формат планирования, постановки целей и контроля. Что вы можете делать? Вы можете проводить встречи по планированию бизнеса, либо это могут быть ваши какие-то командные планерочки. Что говорим на планерке? Кто присутствует на планерке? Формат это групповая, живая или онлайн-встреча. Конечно же, у нас это больше всего онлайн-встреча. Участники, менеджеры и ключевые партнеры. Периодичность один раз в неделю. Сценарий, коучинговая модель. То есть вы сами определяете, что вы будете говорить и что вы хотите донести до своих партнеров, до своих менеджеров, до своих ключиков. Встреча по развитию бизнеса. О чем мы говорим на этой встрече? Формат, опять же, живая встреча, либо онлайн. Участники, менеджеры, периодичность. Один раз в каталог, инструменты, лидерский отчет, информационный листок. Я бы сказала о том, что все-таки, если у вас ключевые партнеры еще, ну да, они ключевые партнеры, они активны в работе, но они еще не доросли, возможно, до уровня менеджера, я бы советовала все-таки разделять вот эти планерки, проводить отдельно встречи для директоров, отдельно встречи для менеджеров и отдельно встречи какие-то для ключиков. Потому что, я думаю, вы понимаете, при каждой планерке нужна немножко разная информация. Когда разговаривает твой ключевой партнер, ты знаешь о том, что ему нужно сказать для того, чтобы его промотивировать и выйти на уровень менеджера. Когда ты говоришь с менеджером 9%, ты ему показываешь плюсы уже того, что он получит, выйдя на уровень старшего менеджера. Ну и, конечно же, со старшим менеджером ты уже понимаешь, да, о чем ты будешь говорить. Ты будешь уже говорить о долларовых чеках, ты уже будешь говорить о признании, ты уже будешь говорить о том, что давай-давай, тебя ждет банкет директоров и тебя ждет уже твоя первая статуэточка либо чек. Тоже это очень хорошо. Поддержание активности. Давайте быстренько пробежимся о том, что нужно именно учесть при поддержании активности. Активность гарантирует стабильный товарооборот и рост ваших доходов. Поддерживая активность, вы избегаете текучки. Поддержание активности персональной группы на уровне 70% в полтора раза увеличивает скорость роста команды и в два раза рост вашего дохода. Мы работаем на то, чтобы у нас было 70%, конечно же. К сожалению, такая статистика. Каждый каталог средней лидерской организации 12 из 100 перестают размещать заказы. Если вот работать при таких показателях, вы понимаете, что суммарное количество за год превысит количество вашего бака. Поэтому нужно постоянно нам поддерживать базу активных консультантов и работать на активность. Будить спящих, звонить, теребить. У нас еще были такие классные слайды. Обзвонинг называется. Что говорить, кому говорить, что говорить новичкам, когда звонить уже старичкам или тем, кто уснул один-два каталога. Тоже, если нужно, я слайды могу сбросить. Рекомендуемое значение процентной активности это количество активных ваших партнеров, деленное на баг прошлого каталога. Стараемся выйти на 70% активности в ваших командах. Поддержание активности структур ежедневная коммуникация. Групповые чаты в мессенджерах. То есть используйте групповые чаты для ежедневных целевых коммуникаций с различными группами. Консультантов, новичков, менеджеров, директоров, персональные группы и так далее. Отличный инструмент для отслеживания результатов. Прямые эфиры. Вы используете прямые эфиры? Мы только начинаем. Лично я о себе говорю. Я только начинаю включать прямые эфиры, только начинаю применять это в Инстаграме. Еще пока не работала таким методом. Но уже я вижу о том, что применяются, обширно применяются в Инстаграме именно прямые эфиры для того, чтобы вести контакт с людьми. Кто хочет вам присоединиться в команду, а кто, возможно, хочет вас забомбить возражениями, но все равно это все стоит применять в вашей работе. Есть у нас также закрытые группы в социальных сетях. То есть используйте для продвижения бизнеса или продуктов закрытые группы. Может использоваться как платформа для общения с ключевой командой и так далее. Есть у нас, да, для поддержания активности мы везде. У нас есть Телеграм. В Телеграм у нас проходит полностью все обучение, командные чаты. У нас есть YouTube-канал, как командный, так и отдельно у каждого лидера. Мы стараемся... Вот вышел менеджер у нас на 9 процентов. Ну, есть такие, которые до выхода на менеджер, у них уже есть YouTube-канал. Но мы стараемся их промотивировать на то, что делай YouTube-канал, показывай свои видеоролики, раскручивайся, и тогда тебя уже будут узнавать в лицо. По скайпу мы проводим наши планерочки. Мы проводим наши планерочки по старшим менеджерам, по директорам, когда нам там нужно. И стараемся также внедрить планерки по ключевым партнерам. Тоже, если у вас есть ключевая команда, соберите их 5 человек. Спросите, как у кого дела. Мне очень понравились советы от Катрина Лакбаров о том, что она говорила. Когда мы начинаем звонить? Когда мы начинаем звонить? Мы начинаем звонить по структуре в последний день, в последние 3 дня. И она говорила, и не стоит делать так. Ты позвонил и сразу говоришь, ну что ты, будешь делать заказ? Здесь, конечно, все смеялись. Здесь было всем весело, поэтому старайтесь проводить вот эти звоночки, старайтесь шевелить свою команду на первой, на второй неделе. Не нужно это делать в последний день. И для начала хотя бы узнайте, как у человека дела, как зовут там его кошку, собаку, ребенка и так далее. И потом уже плавно перейдете в то русло, что хочет ли человек пользоваться продукцией, что случилось, если он перестал делать заказы. Поддержание активности структуры, ежедневная коммуникация. Это обмен опытом об использовании продукции, обзор заказа, новинки, любимые продукты, советы по использованию продуктов, новости о продукции, акции, программы, отзывы о продуктах и каталоге. Что хочу сказать? У нас есть отдельные такие чаты. Спасибо. У нас есть генератор идей. Это Юлия Столбенко. Она у нас любит внедрять там всякие такие фишечки. Поэтому, наверное, с ее подачи больше всего, я бы сказала, у нас есть отдельные чаты по продукции. В этих чатах мы делимся своими видеообзорами, как ты пользуешься, как у тебя, например, ребенок пьет витамины, как мы сами пьем витамины. Показываем о том, что они действительно у нас есть. У нас есть еще девчонки, которые уже Катя Денисенко. У нас очень классно развивает свой YouTube-канал. Она делает прям видеообзоры, что она получила, какой заказ, что она хочет делать. Там это и масочки, и пилинги. У нее все это есть на канале. Поэтому есть у нас коммуникация, конечно же, ежедневно мы распределяем, даже по каталогу распределяем, кто какой там топ-продукт каталога будет качать. И уже берем не просто информацию с YouTube или, например, с сайта. Мы стараемся донести свои эмоции. Если ты взял эту губную помаду, она тебе нравится, нанеси ее на свои губы. Либо запиши видеоурок, либо напиши свои личные отзывы от того, насколько тебе нравится этот продукт или какой-то другой. Из этого списка предложенных, конечно же, у нас есть продуктовый чат. У нас их много, продуктовых чатов. У нас есть ЛТО в удовольствие, у нас есть продуктовая прокачка, отдельно чат на Вейдж, отдельно чат в Велнес. Поэтому мы вот в таких чатах добавляем туда сразу наших новичков, и уже там они могут почитать отзывы, посмотреть даже фото партнеров, которые разместили заказы. Мы все это тоже прокачиваем. Еще раз вернулись к этому слайду. Здесь теперь у нас уже будет подчеркнута активность. то же самое. Посмотрите конкретно ваши функциональные обязанности на уровне консультанта, менеджера или директора, насколько вы должны быть в активе и какие обязательные действия вы должны выполнять ежедневно. И давайте подведем маленький итог, да? Что у нас должен делать консультант? Размещать личный заказ в каждый каталог, пройти стартовую программу, приглашать новых людей в команду, приводить минимум одного нового партнера на встречу возможности компании Reflame, пройти все шаги по стартовой программе, достичь звания менеджера и так далее. Что у нас менеджер делает? Делает практически то же самое, но только он уже приглашает не одного партнера, а он уже как минимум должен приглашать по 2, 3, 4 человека каждый день. Старайтесь это делать. Формирует менеджер уже ключевую команду и уже включается в работу, помогает директору в приглашениях, не в приглашениях, а в проведении обучения, в проведении вебинаров. Тоже это все прописано вот как раз на вот этой вот брошюрочке. Директор что у нас делает? Директор у нас тоже обязательно размещает личные заказы. Тоже по поводу личных заказов мы нашу команду постоянно говорим о том, чтобы заказы нужно оформлять на первой неделе, пока вся продукция есть на складе. В последние дни каталога мы уже начинаем добивать, где кому что нужно. Мы уже тогда формируем до заказа. Поэтому в первые дни, конечно же, хочется взять самые-самые классные предложения каталога для того, чтобы они у тебя были и для того, чтобы поделиться со своей базой потребителей. Что директор делает? Директор ежедневно проводит встречи в персональной группе. Директор у нас проходит всякие академии лидерства. И я еще хочу добавить о том, что с уровня директора вы уже не имеете права не посещать встречи. Вы просто обязательно должны быть на них. Вы должны сами владеть информацией и доносить это уже до своей команды. Помните всегда, основной элемент системы – это вы сами. все начинается с вас. Как вот вы заведете свою команду, так вот она и у вас и пойдет. Как вы запустите какую-то систему обучения, так она у вас и пойдет. Помните всегда о том, что вы самый главный пример для своей команды. Есть у нас еще здесь по неделям написано, например, первая, вторая и третья неделя. И уже менеджер будет смотреть, что ему нужно сделать, например, на первой неделе, что на второй неделе, что на третьей. Это ваш чек-лист, это будет уже ваш личный, как бы сказать, анализ вашей работы. Что вы сделали на первой неделе, что успели, что нет. Я тоже хочу его распечатать, чтобы у меня было его несколько, уже давать, если нужно, по необходимости своим партнерам. Либо и просто в электронном виде им сбросить, для того, чтобы они распечатали и применили в работе. Чек-лист у нас есть для тебя, то есть и для нового партнера, есть для твоего менеджера и есть для кого? Для твоего ключевого партнера. Поэтому обязательно применяйте это в работе. Я вам его сброшу в чат и уже тогда будете смотреть, будете спрашивать с них в конце каталога, заполнил ли ты или не заполнил. Но я хотела бы перейти к такому важному моменту. Я хотела бы поделиться с вами просто своими впечатлениями, какой отпечаток вам не оставила менеджерская конференция. Почему очень важно посещать такие мероприятия? Я скажу своими словами о том, что невозможно передать видео, невозможно через монитор, невозможно даже при личной встрече, когда я общаюсь со своими менеджерами, со своими партнерами. Невозможно им передать вот эту атмосферу, которая была у нас там. Я могу сказать вам до последнего. Я не могла поверить в то, полечу я, не полечу я. Когда мне дали вот этот посадочный лист, я просто расплакалась от того, что я не могла поверить в то, что я полечу на менеджерскую конференцию. Я не просто поеду в Одессу, я не просто поеду в Киев, во Львов или в какой-то другой город. Это Турция, это перелет. Я была в аэропорту первый раз в жизни. То, что я была там в 5-6 лет, это можно не считать. Я просто мечтала хотя бы просто пойти и поехать, и побывать вот именно в аэропорту. Мне, наверное, смотрела на эти самолётики как ребёнок. Я их фотографировала, я там любовалась. Для меня это был просто шквал эмоций только от того, что я была в аэропорту. Нас полетело от нашей команды, от нашего проекта Diamond Way 5 человек. Почему, видите, на фото 4, потому что Галя приехала, Галя Лысюк, немножко позже. Я полетела в Анталию со своим будущим директором, с Галиной Лысюк. Это город Бердичев. Мы с ней летели уже вторым самолётом. Было у нас два самолёта, кто не знает, да? Так вот, что я могу сказать? Плакали мы вместе с Галей, когда заходили в самолёт, когда выходили с него и когда уже прилетели в Киев обратно. И, наверное, вот эти эмоции о том, что да, действительно, где ты был, это уже всё дошло, уже когда ты приехал домой. Когда ты приехал с конференции, тогда ты уже понял о том, что, блин, как быстро закончилась вот эта сказка. С первых минут, как только мы, наверное, взлетали, когда там нужно было пристегните ремни и так далее, мы торчали в окне, мы записывали, мы записывали всё, как мы взлетали, как мы поднялись над облаками, мы записывали видео, как мы смотрели на Анталию с высоты, вот, как только приземлялись. То есть это всё переполняло эмоции на высшем уровне, вообще всё было, поэтому нас очень веселили Владимир Неведров и Наталья Островская. Они нас веселили, они были нашими бортпроводниками, они взяли телефончик, они нам немножко там рассказывали. Девчонки, кто записывал видео, поделитесь в чате. Честно, мы когда уже собрались записывать, уже всё закончилось.